Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 24 уроке видеокурса Лендинг Пэйдж для начинающих И мы продолжаем с вами изучать библиотеку мини-приложений Следующую у нас на очередь идет такая папочка с кнопками И первая кнопка у нас идет High DPI В этом уроке я хочу вам рассказать, зачем она нужна и что это такое High DPI это свойство дисплея, которое позволяет отображать графику в высоком качестве Такие технологии присутствуют у компании Apple Например, iPhone, iPad, iPod Touch и многие другие Не секрет, что программа Adobe Muse сжимает все изображения После того, как мы с вами закончили сайт и нажимаем файл И передать файл на FTP сервер Когда мы передаем на FTP сервер, то есть на наш хостинг сайт Muse оптимизирует нашу графику То есть мы можем сюда размещать графику, картинки в высоком качестве Тяжелое изображение, не боясь того, что у нас сайт будет долго грузиться Muse об этом позаботится И он оптимизирует все изображения Но на устройствах, например, iPhone или вообще других телефонах Может быть такое, что это изображение будет не очень хорошего качества Потому что Muse как бы ужимает их Тем самым качество тоже страдает Это хорошо видно на устройствах То есть на сайте, на компьютере Если изначально изображение у вас было хорошего качества Человеческий глаз это не увидит Но что если нам нужно У нас есть цель и нам это нужно Нам нужно, чтобы у нас изображения были в очень высоком качестве Что нам сделать нужно для этого Muse нам предлагает такое решение То есть включить поддержку High DPI Как это делается Мы переходим в файл и свойства сайта кликаем Потом мы нажимаем на кнопку содержимое И вот здесь вот разрешение Кликнем по пункту И в выпадающем списке мы можем выбрать High DPI 2x Выбираем и у нас выскакивает предупреждение Что поддержка High DPI увеличит время загрузки страницы То есть нас предупреждает, что сайт будет тяжелее И сайт будет дольше грузиться Мы соглашаемся с этим И нажимаем на кнопку использовать High DPI Потом нажимаем ОК Дальше У вас должно присутствовать изображение в высоком качестве То есть как определить Высокое ли это качество И будет ли оно отображаться На дисплее High DPI в высоком качестве Ну вот я вам скажу Например изображение 1920 пикселей По ширине уже будет показываться на дисплее High DPI С высоким качеством Я для примера закинул вот два изображения Видите космос Вот это голубое небо со звездами Это очень высокое разрешение Здесь 8000 пикселей По ширине с небольшим А вот это поменьше 1920 Смотрите как можно смотреть в Muse Изображение у нас будет транслироваться в высоком качестве Или оно будет транслироваться в обычном качестве То есть ужатая программа Adobe Muse И соответственно будет не очень хорошего качества Должны раскрыть панель И перейти вот на такую вкладку ресурсы И если у нас изображение высокого качества Muse нам об этом скажет Вот вы видите внизу два изображения И вот напротив изображения Если стоит 2х Это говорит о том Что у нас это изображение в высоком качестве И на дисплее High DPI Оно будет отображаться в максимальном хорошем качестве Если мы наведем мышку То здесь в списке в самом низу Вот в этой желтой подсказочке Смотрите написано статус High DPI Значит у нас все нормально Эта картинка будет отображаться в качестве Смотрите что можно сделать Вот вы например закинули изображение И вы хотите его растянуть Вы должны понимать Если мы изображение тянем То есть увеличим его в больший размер Соответственно оно будет терять в качестве Посмотрите сейчас вот на это изображение Как только я потяну за правый ползунок Вот этот 2х исчезнет Смотрите Оп Видите? Исчезло И если мы посмотрим статус Вам здесь не видно Но у меня написан статус стандартный То есть вот это уже будет стандартное изображение В ужатом качестве И оно уже не будет показано в высоком качестве Вы должны это понимать Если я заползунок потем назад У меня возвращается 2х То есть изображение вы должны уже найти В высоком качестве И нельзя его тут как-то растягивать Если вы хотите чтобы оно отображалось В максимальном качестве Также Muse сделали очень умно Как бы забота о посетителях У кого например слабый интернет Когда мы экспортируем сайт То есть у нас сайт готов Мы экспортируем его на хостинг Используя технологию High DPI При экспорте Muse создает копию изображений Которые в высоком качестве То есть оно будет как High DPI И ее копия стандартного разрешения И сначала Когда конечные пользователи переходят на ваш сайт Сначала будет загружаться стандартное изображение Копия изображения с высоким разрешением Тем самым ускоряя загрузку сайта И поверх этих изображений стандартных Будет плавно загружаться изображение Копия с высоким разрешением После того как мы на сайте Вот здесь включили свойства сайта Разрешение High DPI Можно установить на сайт Специальную кнопку переключатель Которая находится в библиотеке мини-приложений В папке кнопки Вот она High DPI Мы просто ее перетягиваете И размещаете где-то на сайте Эта кнопка нужна для того Чтобы человек мог сам выбрать Когда ему просматривать Изображение в высоком качестве То есть человек зашедший на сайт С устройства с поддержкой High DPI Эта кнопка всегда будет выключена Значит все картинки загрузятся Стандартного разрешения То есть быстро загрузится сайт И картинки будут невысокого качества И человек сам может кликнуть на эту кнопку Она будет по умолчанию всегда красная То есть выключен режим просмотра Изображения в высоком качестве Но при клике на эту кнопку Кнопка засветится зеленым И будет подгружаться изображение Высокого качества Если же вы не разместите Такую кнопку на сайт И человек зайдет с устройства С поддержкой High DPI Ему будут всегда загружаться Изображения с высоким качеством То есть целесообразно Такую кнопку иметь на сайте Но вы можете не переживать За то что у вас сайт Будет слишком тяжелый для всех Если человек зайдет с компьютера Не поддерживающий High DPI технологии То ему эта кнопка будет недоступна И она будет серого цвета И все изображения будут показаны В стандартном качестве Изображения будут ужаты на 50% Как это делает Muse Он их ужимает И эти изображения Не будут доступны И их нельзя будет просмотреть На обычных мониторах Или устройствах Не поддерживающих High DPI Вот у меня монитор Самсунговский Взял я в 2011 году У меня High DPI не поддерживается Несмотря на то что Тут и 3D есть И 27 дюймов диагональ И так далее И если мы сейчас сделаем Например предпросмотр Вы увидите что у меня кнопка серая Я кликаю У меня ничего не происходит Вот То есть это говорит о том Что у меня загрузились Вот эти изображения Большие В стандартном качестве Сайт будет загружаться быстро Вот Ну а смотрите как можно проверить Если например Мы зайдем с вами Через устройство Я демо сайт Выгрузил на хостинг Чтобы вам продемонстрировать Как работает Переключатель Кнопка мини приложений High DPI Я зашел через браузер Chrome Вы можете тоже Поэкспериментировать Правой кнопкой мыши В пустой области Где-то кликаю И выбираю Просмотр кода элемента Дальше я выбираю Вот здесь вот Маленькая иконочка Устройства И нажимаю Обновить страницу Я подготовил Мобильную версию Данного демо сайта У меня страница Загрузилась И вы сейчас видите Вот эта кнопка Я разместил Также в мобильной версии Сайта Вот эту кнопочку Мини приложений High DPI И вы сейчас видите Что она у меня Горит красным То есть я сейчас Можно считать Зашел с Айфона 6 То есть вот здесь Списки можно выбрать Например Самсунг Гэлакси Есть Или айфон Или айпад Откуда хотите Вот у меня Во-первых Отображается Мобильная версия Устройства И отображается Я сюда загрузил Видите изображение С высоким разрешением Вот Но я сейчас Хочу продемонстрировать Кнопку То есть смотрите У всех пользователей Будет загружаться Вот так вот Если вы разместите Эту кнопку Кнопку разместить На сайте Можно где угодно Где вам нравится И где по дизайну Будет нормально смотреться И вы можете не переживать С этой кнопочкой Будет все загружаться В ужатом Стандартном Качестве И человек Сможет Смотрите Вот так вот Нажать на кнопку Здесь видно Кстати Меняется код И видно Что High DPI Кнопка Горит зеленым Это значит Что теперь Изображение Подгружается В высоком качестве Соответственно Если кнопки нет Как я уже говорил На устройствах С поддержкой High DPI Всегда будет загружаться Сразу Изображение С высоким качеством И значит Будет медленно Загружаться Поэтому я Настоятельно Рекомендую Вот такую кнопочку Установить К себе на сайт В принципе Об High DPI Технологии Все Еще хотелось бы В этом уроке Затронуть Ссылки То есть Дизайн Отображения Ссылок Так как Они находятся Здесь же В этих настройках Вот этот блок Я хочу Немножко О них поговорить Здесь вы можете По умолчанию Изменить цвет Ссылкам То есть Здесь в принципе Все понятно Стандартное Наведение То есть Когда курсор Мыши Наводит на ссылку То есть Все текстовые ссылки Вот видите После перехода Заведомо Вы можете назначить Цвет Вашим ссылкам Также Вот здесь Выбрать Полужирный Курсив И Подчеркнутый И Вот эти Чекбоксы Вы можете Определить Для каких Свойств Ссылок Делать Подчеркнутую ссылку То есть Вам не надо Например Чтобы после Перехода Ссылка была Подчеркнутой Вы здесь Снимаете Вот так Галочку Также Можно Проставить Галочки Там где Нужно Чтобы была Ссылка К курсивам То есть Выбирайте При наведении Ставим галочку Вот здесь То при наведении Ссылка будет Например Менять цвет И она будет Меняться На курсив Ну тут вот Не сложно Поэкспериментируйте Попробуйте Вот На этом уроке Все И увидимся В следующем Наверное Трудно Представить Себе Современный Лендинг Пейдж Сделанный В Adobe Muse Без Сторонних Виджетов А где Же их взять Спросите Вы Специально Для вас Я подготовил Пак Качественных И самых Востребованных Виджетов 121 Виджет Ждут Вас Всего В 2 Клика Вы сможете Скачать Абсолютно Бесплатный Потрясающий Виджет Например Меню Для мобильных Устройств Несколько Вариаций Мобильных Меню Уникальные Слайдшоу Всевозможные Эффекты С текстом Круговой Прогресс Бар Маска С текстом И многое Другое Чтобы Скачать Виджеты Перейдите На мою Страничку Адрес Который Вы Видите У себя На Экранах Просто Впишите Сюда Свой Рабочий Электронный Ящик И Нажмите На Кнопку Забрать Виджеты К вам Придет Письмо С подтверждением Вашей Электронной Почты Обязательно Подтвердите Иначе Виджеты Не придут К вам На почту Второе Письмо Придет К вам Автоматически Где Вы Сможете Скачать 121 Виджет Делайте Продолжение следует